Россия – это великая страна! Семья поистине высокое творение. Она за свой надежный причал. Она дает призвание рождения. Она для нас основа всех начала. Они за здоровый образ жизни, за мир, добро, взаимовыручку, за истинные семейные ценности. Сыны Отечества за. Название конкурса «Агитбригад» одноименного проекта, который реализуется в Центре «Лесная сказка» уже много лет. Этот конкурс – часть той большой работы патриотической направленности, которая ведется в округе из года в год. Свыше тысячи школьников разных возрастов участвуют в проекте. Недавно прошел урок «Мужество», посвященный блокаде Ленинграда. Сегодня конкурс «Агитбригад». И далее у нас планируется конкурс «Ворошиловский стрелок». Все выступления ребят объединила тема патриотизма. Конкурс приурочили ко дню юного героя-антифашиста. За патриотизм мы выступаем! За саморазвитие и личность! За здоровый образ жизни мы, конечно! За культуру в творчестве, в общении! За семью, что любим бесконечно! И за мир, что был на свете вечно! Мы хотели показать, что в нашем мире важно все – добро, семья, любовь, наш родной край. Нам очень нравится здесь участвовать, и поэтому мы старались вложить всю душу в это наше выступление. Хочу сказать спасибо нашей классной руководительнице Ирине Александровне за то, что она это организовывает. И мы не сидим просто, не бездельничаем, а чем-то занимаемся и можем проявить себя на таких вот проектах. Номера оценивала жюри, в состав которого вошли военнослужащие и педагоги. Этот конкурс направлен на формирование той молодежи, которая придет нам на смену. Той молодежи, которая будет дальше продолжать те традиции предков, которые они заложили. Любви к родине, к отечеству. Хочу, чтобы ваше поколение было поколением героев. И это может проявляться даже в каких-то незначительных, вроде бы, поступках. Помочь близким, помочь родным, помочь чужим людям. Даже просто перейти улицу, подать руку, оказаться неравнодушным, искренним, творить добро. Перед жюри стояла непростая задача определить лучшие выступления отрядов гвардейцев и орлят в разных возрастных категориях. Однако здесь нет проигравших. Всего же в конкурсе приняли участие порядка 200 школьников городского округа Щелково. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.